Добрый вечер, добрый вечер, урожаемые поклонники американского футбола. С вами в эфире Александр Малышев и на канале Евроспорт 2 очередная неделя. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Вот выходит на стадион команда Пурду. Эти коллективы неоднократно встречались между собой. По количеству побед и поражений статистику я обнародую чуть позже. А пока что стадион, легендарный стадион, на котором играл Ньют Ракни, легендарный Фор Хорсмен, защита Нотр-Дама в 30-х годах. Четыре всадника апокалипсиса, как их называли. Начало сезона. Новый тренер у нас у Нотр-Дама. Я как поклонник Нотр-Дама уже достаточно долгое время могу рассказывать в основном только про Нотр-Дам. Бойлмейкерс. Не самый сильный коллектив, но Тео Ридик, принимающий номер 6 на приеме мяча. И понеслась. Тачбэк. Ну, в Соус-Бэнд прекрасная погода. Солнечно. Новый квотербег у Нотр-Дама. Дайан Крист. За свою карьеру в четыре игры у него всего лишь один тачдаун, один перехват. Как знаете, как помните, предыдущий квотербег Нотр-Дама теперь уже профессионал. Ну, шотган, трипс, вправо. Каунтер. Изобразил квотербег фейк. Ложный вынос на опшен. Пять принимающих. И... Нет, не перехват. Три-шесть у нас. Третья попытка. Шесть ярдов, чтобы пройти. Нервничает, понятное дело. В первый раз вести такую легенду. Вперед в бой. Видим. Спред формейшн. Халфбэк и моушн. То есть халфбэк послан в движение. И... Короткий пас. Пропустили защитники Ломбекева в центральную зону. Какой был пас. Очень быстро стали играть в пасовую игру. Как вы помните, Чарли Уэйс был предыдущим. Ну, по крайней мере, кто не знает. Чарли Уэйс это бывший координатор нападения и квотербег-коуч в команде New England Patriots. И четыре года он вел... Даже больше, чем четыре года. Он вел... Опшен. Неудачно. Он вел команду Нотр-Дама. Ко всем ее выходам в Ball Games. И, к сожалению, не получилось у него... Брэдди из Брэдди Куина. Не смог он сделать из него квотербека, подобного квотербеку New England Patriots. И также не смог сделать из Нотр-Дама команду, которая способна выигрывать Ball Championship. Проигрыши обидные от Мичигана в прошлом году. Тогда как Мичиган не являлся абсолютным лидером. Проигрыш на последних минутах. Добавил ту каплю тегтя в бочку с медом. Дроу. Дроу сейчас была комбинация на поле. В результате чего Чарли Уэйс покинул пост главного тренера Нотр-Дама. И буквально этим летом Брайан Келли стал тренером Нотр-Дама. Фамбл. Фамбл. Куатербек подобрал мяч. Молодец. Парень сообразил. Стал скакать вокруг него. Но поднял мяч и побежал сам. Единственное, что, конечно, нужно было бежать больше в крутую дугу вправо. Но хороший был пас Рашер. Сейчас упорду. Энд. Как он хорошо загнул 75-го номера. И выбил. Дернул за руку и выбил мяч у Куатербека. Смотрим панд. Как далеко пробили. Фэр-кетч. И Пурдуй начнет свое нападение где-то с 8 или 9 ярдов. А у нас в студии работает Twitter. Виталий Футбол. Да. V-I-T-A-L-Y Футбол. Дорогие друзья, пишите нам, пожалуйста, свои вопросы. Комментарии мы будем рады обсудить в прямом эфире. Возвращаясь к тому, что я вначале называл Нотр-Дам легендарной командой. И, пожалуй, это так оно и есть. Это благодаря фильму Руди? Не только благодаря фильму Руди. Фильм Руди просто добавил часть этой вот легенды. Ньют Ракни, Фо Харсмен. То есть это люди. К тому же я могу добавить то, что, по крайней мере, никто не знает. Это единственная команда, которая выигрывала у профессиональных футболистов. Вот это да. Ну-ка расскажи. Это случилось в 30-е годы, когда Ньют Ракни был хед-коучем. Но понятно, тогда профессиональные футболисты играли. Тогда профессиональные футболисты играли, как говорится, никак. Это как в фильме Левер Хед. Дело в том, что Нотр-Дам тогда побил такую команду, как Чикаго Бёрз. Бёрз тогда уж. Бёрз. Итак, нападение Тур-Ду. Интересный университет. Вот новшество в колледжах. Пожалуй, уже какое-то время оно началось. В колледжах также трансферы, чего никогда не ожидал от университетов. Переводятся игроки из команды в команду. Практически как профессионалы. Неважно, что они из этого изучали. Технику строительства мостов или удобрения полей. Их переводят из команды в команду. Как, например, как крысы с корабля побежали игроки с университета Южной Калифорнии в разные команды. После того, как у них отняли стипендии, когда стало известно, что Реджи Буш получал деньги за то, что он играл в футбол. И мало того, что ещё платили деньги его родителям, чтобы он пришёл играть за университет Южной Калифорнии. Там немножко по-другому была история. Там, по-моему, им дом подарили. Ну, не подарили, дали пожить. Дали пожить и забыли, да. Ну, будем говорить так, подарки. Причём дом такой... Такие, имущественного характера. Ну, на самом деле, там строго запрещено получать какие-либо материальные выгоды. При этом ребята со второго курса ходят в цепях таких. Спали с толщиной, с бриллиантами. Наверное, сэкономили на завтраках. Нет, они просто мыли посуду в Макдональдсе. А там всегда так. Да. Так что... И, соответственно, после этого, после этих неудач, университет Южной Калифорнии, лишившись своих стипендий, и вот тут же стали покидать игроки один за одним. Я бы так сказал, что этот квотербек мне очень нравится. Бегает, не боится. Номер 9 из команды университета Пурдю. Прочитал, не выбежал в аут, а отобрал и сделал ферст-энд. У меня шлемы, и рост квотербека, и цветовый костер сразу напоминает сам знаешь кого. Да-да-да. А те, кого ты не любишь больше всего? Ничего подобного. Дрюбриза. Дрюбриза я очень люблю. Да ладно? Конечно. У Нью-Орлеанс вообще потрясающая команда. Ну, и Новый Орлеан это вообще... Он... Дрюбриз, по мнению многих специалистов, он считается, ну, в топ-3 квотербеков, которые лучше всего читают игру. На первом месте, естественно, Бен Рафлесбергер. Шутка. На первом месте, конечно, его делят. Брейди с Меннингом. Или Меннинг с Брейди, кому как-то больше нравится. Вот. А рядом с ними сразу находится Дрюбриз. Потому что с его ростом, конечно, и с его физическими данными крайне небогатыми, только видением и только умом может добиваться таких результатов. Я думаю так сказал, что когда я слышу Дрюбриза в Хаттле, и вообще, когда он заводит команду, у меня ощущение, что у парня вместо крови течет настоящий тестостерон. Бег! Прекрасный был опшен. Ну что, не ушел? Не ушел. Ну, вышел больше, чем... 15 ярдов. Да, это класс, это класс. Там же на сейфте. Ну, у Нотр-Дама, будем говорить так, сейчас совершенно другая техника. В отличие от того, что было с Чарли Вейсом, сейчас совершенно другой стиль игры в нападении. Мода, будем говорить так, или нововведение. Не знаю, как только хочет. Спред офенс. Больше опшена. Все благодаря... Ой-ой-ой, как красиво на противоходе ушел опять номер 20. Нет. Гудит, гудит стадион. Да, стадион рад. Слушай, а мальчик-то совсем негабаритный. Очень даже худенький. Да, он опшен. Это напоминает мне одного из игроков из твоей команды. Откуда у тебя... Ну, у тебя есть чернокожий игрок. Откуда он? Он из Камеруна. Из Камеруна. Вот он не напоминает его Камеруна. Ай, прочитали, прочитали. Каунтер-защита Фурдун. Молодцы парни, конечно. Как у тебя продвигается подготовка к сезону? Полным ходом мы заявили 55 игроков. Фантастика. Из 90. Для меня место в заявке осталось или нет? Ты в списке шинка. Серьезно? Да, здорово. Смотрим опять. Три принимающих у нас с правой стороны. Я, к сожалению, играть не могу с Патриотами. Я буду в Швейцарии в это время. Сыр. И шоколад. Хорошо. Итак, напоминаем, что мы смотрим игру Notre Dame Fighting Irish против Purdue Boilmakers. Тайдент номер 9, кстати, считается одним из самых лучших, чуть ли не топ-5, то есть лучшие 5 тайдентов национальный. Да, в Prospect Players, в National College Athletic Association, то есть в Ассоциации студенческого футбола. Пистол. Нету цифровь. Больше шоколадки шоколадки. Да, но раннер стоял. Опять 15. Вот этот парень прекрасен просто. Кстати, номера. Мы видим, что нету фамилий на спинах у Notre Dame. Да, потому что они играют, они играют всегда только за номер. Без имени. Они играют за номер. Это традиция еще появилась после Руди. То есть после Рудигера. Полная фамилия Рудигер. Имя, к сожалению, сейчас не могу вспомнить. Но он не Руди Рудигер, как по фильму, а именно Рудигер. Сейчас узнаем. Сейчас волшебный интернет нам на волшебном айпаде все расскажет. Какой длинный пас на пост. Прекрасно. Да, поймали. Как он держал этот мяч? Очень тяжело было. Поймали у Дила, как говорится, закусили у Дила ирландцы. Выпив немножко Джеймсона, они побежали вперед. Много всего связано с этим стадионом. Он реконструировался неоднократно. Было увеличено количество мест с 70 до 90 тысяч в 1997 году. После того, как Лу Холлс покинул пост тренера. Тачдаун! Вот это да! Нотр-Дам не удержать. Нотр-Дам является католическим университетом. Но, тем не менее, он один из старейших в стране. Он образован в 1861 году. Футбольная программа. И в 1846 году. То есть, он говорит, ну, так середина 19 века. И футбольная программа в нем, чтобы не с первых годов университета. В то время уже играли в футбол. Ну, тогда, скорее, была вариация регби. Дело в том, что первая игра была сыграна в 1876 году. По-моему, в 73-м году между Рутгерсом и Елем. Так вот, у Рутгерса даже на стадионе есть гигантская надпись «Home of College Football». То есть, «Дом студенческого футбола». Потому что именно на их поле впервые произошла эта игра. Вот он нападение. Вагл. Вагл сыграли. Ну что ж, интересно играют, конечно же, Рутгерс. Они играют более как... Тайд. Тайд позишн. Такой вот... Как это будет сказать? Они более как бы скомпонованные такие. Да. Мне понравилось очень хорошее видение при броске. В то время, как Ноттердам, наоборот, пытается расширить, раздвинуть полностью линию нападения. У тебя какая тактика на Чемпионат России? Будет больше шотгана, пистола или будете вкладывать? Спред офенс. Спред офенс, окей. Справедливо. Очень жаль, конечно, что 25-го я не могу с тобой. Александр, извини. Всего ты, потому что все идет повтор. Ну, знаешь, увидеть в повторе и поиграть. Да, вот я смотрю, что линия как-то очень близко друг к другу стоит. Что-то очень... Очень... Не, ну они правильно делают. Они защищают кутербэк. Они становятся в правильной подковой. В любом моменте, что эта подкова в данном случае не сработала. Вот раненшат. Сам-сам, молодец. Первый даун. Ну, на самом деле, ему надо было дайв сделать, может быть, и пораньше. Там была-то пара яртов. Он мог просто даже добежать и выйти в ад. Он все как-то колебался на скорости идти. Смотрим, что большинство команд... Полно плечо, это не очень хорошо. Тем более набросающее плечо. Лучше так не делать. Большинство команд, мы смотрим, уже играют в основном в продукции компании. Которая нам хорошо известна. Бывшие, ну и нынешние спонсоры арены футбол лиг. Мне это ничего особо не сказало. А для меня это, говорит, признано самым безопасным. Вот тогда это райдил, наверное. Конечно. Хороший шлем. Вот мы видели... Интересный Тос. Но Тос был на четыре... Очень рискованный, Александр Тос, согласись. Так нельзя делать. Такой вот так... Еще мяч был боблинг немного. Был в первую игру против донецких скифов. Первый раз играю с кучей народа, которые знают, что такое футбол. Всего лишь две-три недели. Очень опасно. Тем более рукой он делал этот лэтерал. Был такой от плеча. Очень неточный. Это как в общине. Да, как в общине. Это очень рискованный был бросок. Так вот таким макаром против Буржной Крымы мы смогли претестить. Ярко. Ну что, штат Индиана, Соус-Бен, стадион университета Нотаро. До отказа заполнен. Красота. Сто тысяч. Скромненько. Скромненько. Скромненький студенческий стадиончик. При том, что совершенно запрещено законом платить студентам зарплату за игру. Абсолютно. Соответственно, все продажи билетов, все права на телетрансляции поступают на развитие спорта. Спортивный департамент университета Нотаро. Да. И они уже тратят его на очень актуальные нужды. Как то. Медицинские фасилити. Да. Тренировочные фасилити. То есть там тренироваться можно в условиях команды НФЛ. Там все создано за тренировки. Спортивное питание. Абсолютно верно. Когда я был в Агайо Стейт, у нас было 4 поля на улице. И настоящий газон. То есть не газон настоящий, а искусственная трава. Ангар авиационный. Вот стадион просто внутри. Без трибун. Поля. А зачем трибун? И от ауто до стены было еще метров 15-20. Это такой вот был ангар. Там можно было хранить Боинг 740 с ним. Там еще что-то. Ни один. Ни один, да. Вот у нас там проходили тренировки, когда на улице был дождик легкий. Хотя если, например, нужно было ехать в Мичиган, чтобы гоняли на улицу, мы бегали в мокрую погоду на улице. Потому что в Мичигане тоже мокрые. Хороший пас, но, конечно, был неточен. Игрок мог даже его не сбивать. Что ж, 4.6 показывает нам. Кстати, построение одинаковое, что у Нотр-Дама, что у Пруду. Использует такое ощущение, что один и тот же плейбук. Нападение Нотр-Дама. Напоминаем, что в студии работает Твиттер. Да, у нас в студии работает Твиттер. Виталий Футбол, VITALY Футбол. Дорогие друзья, пишите нам, пожалуйста, свои вопросы. Солнечная погода исчезла. Солсбен, штат Индиана. Пока что лицо этого тренера недовольно тем, как работают его ребята. Ушел, ушел сам, ушел на противоходе. Молодца. Опять десятый номер. Увидел всех закрытых, да. Но я надеюсь, он ему принесет удачу. Потому что предыдущий кутербэк... В отличие от предыдущего кутербэка, был седьмой, Клаусон. Который сейчас играет за Джегорс. Совсем предыдущий. А перед Клаусоном был Брэдди Куинн. Считалось, что это наиболее такой полноценный кутербэк, воспитанный тренером НФЛ, Чарли Уэйсом. К сожалению, Чарли Уэйс не смог ничего сделать с Нотр-Дамом. Нет, ну почему? Нотр-Дам, в принципе, довелся прям. Ну, он выигрывал, выходил в болу и постоянно проигрывал. Все последние игры с Мичиганом он постоянно проигрывал. Даже с такой командой, которую возглавлял Родригес. Последний год, имеется в виду. А что так не так с Родригесом? Молодой кутербэк, абсолютно... Команда бомбридать никакая. Мичиган выигрывает с разницей в 3 или 4 пункта. Тачдаун просто. Он у Нотр-Дама. Когда у Нотр-Дама уже приготовил чуть ли не бейсболки. Очередная победа над Мичиганом. Наконец-то. Типа такого. И тут на тебе. Бабушка Юрия в день. Очень крепкий парень. Два текла выдержал. Ты видел, пока свалили ресиверы? Отличный пронос. Ранеры вытворяют. Да, ранеры очень хорошие, очень эффективные. Опять же, вернемся к ранеру Бойлер Мейкерс. Очень похож на твоего парня из Камеруна. Тоже очень худощавый. И при этом очень такой, очень резкий. Как твой парень, камерунец, он как удары переносит? Пьем, бегает. Встает. Конечно. Ну, молодец. У нас хорошие, бегущие. Не, бегущие у тебя отличные. У тебя там один регбист есть, очень приятный парень. По-моему, у меня пять игроков. Шестой номер. Ну, это хороший выбор, на самом деле. Ранеров много не бывает, Александр. Да. Тем более, что у тебя же нет задачи для этого ранера сделать стоярдовый матч. Правильно? Ну, может быть, задача эта и есть, но мы будем ее немного скрывать от ранера. У меня слишком технически дополнительно сделать стоярдовый матч. У меня ранер должен бегать. Да, соответственно, ты можешь их менять буквально на два драйва. Правильно? Соответственно, они будут свежие. Всегда свежие ноги в игре. Хорошая вкладка и отличный срез. Смотрим. Было вправо показано. Лайнбекеры сместились вправо. И, по сути, его только инсайт смог зацепить. У меня у такого, как говорится, такого амплуа есть игрок. С таким Витинем? С Ругваем. У тебя еще и Ругвайдс есть. У меня вообще интернационал. Слушай, ну, байца я у тебя не замечал на тренировках. Ну, он выглядит хорошо по-русски. Упал квотербек. Смог пройти сам. Вот ненавязчивая реклама каркасов Дуглас. Майки такие как-то у них ободранные. Через чулу. В Ватердамах обрезанные. Чтобы не мешать рукам. Главное, как играют, а не какие майки. Этот квотербек мне нравится, в отличие от Клауса. Переброс. И очень серьезный переброс. На самом деле, сложно даже предположить, кому сейчас был брошен мяч. Зрителем или Тайдентом? Навешивал на Тайдентом, но поворотом будут бить Нотр-Дам 4 и 4. Вот он, девятый номер, освобождается. И перебрасывает его квотербек Нотр-Дама. Брэдди Куин мне нравился больше, чем Клаусен. А этот квотербек мне нравится тоже больше, чем Клаусен. Клаусен для меня вообще был это просто промежуточный квотербек Нотр-Дама. Точно такой же, как и Рон Паулс. Которого тоже пророчили в карьеру хорошую в НФЛ. В итоге он отыграл один год за Амстердам Адмиралс. И пропал из вида. Был тренером Котербеков в прошлом сезоне. Но, как говорится, его задача, поставленная перед ним задача, он не выполнил. Я вообще удивлен был, как Клаусен из Зелену драфт. Такой же высокий квотербек. Нитко же у него и хороший показатель. Но, тем не менее, теперь Гегуары, кажется. Хорошо сработали спецкоманды Нотр-Дама. Нотр-Дам очень известен своими фуллбэками. По крайней мере, от середины 80-х до середины 90-х. Когда также легендарный тренер Лу Холдс, которого ты называешь тренером, который приется. Так вот, Лу Холдс привел Нотр-Дам к национально-финалу национального чемпионата США по американскому футболу. Садди Колли Джей в 1988 году. Команда 88-го года была, конечно же, просто мин-мешинг. Бас. Также могу похвастаться тем, что из Нотр-Дама вышел именно тот игрок, которого знают все, Джером Беттис. Он играл в 92-м году, последний год его был. После чего он был. Пописал контракт с Сент-Луис Рэмс. Отыграл там, по-моему, около двух сезонов. После чего его... Где он и закончил свою карьеру. Отважный парень, я бы так сказал, у Бойл Мэкерс, Качегары. Почему Качегары? Скорее, паровозники. Ну, паровозники, но все равно. У нас паровозы кто ведут? Качегары. У нас же нет названия паровозник. В машине есть. Нет, подожди, ну Бойл Мэкерс, они типа... Те, кто кидают уголь в топку. Серьезно? Паропроизводители? Паропроизводители, да. Нельзя же их назвать отоплением. Он с отоплением занимается, да. Молее сложный вопрос. Итак, господа, дорогие друзья, наш твиттер. VitalyFootball, VITALYFootball. Ждем ваших вопросов. Как тебе новый контракт, Тома? Даже было очень интересно послушать про это вчера в спортсентр. Ну, ты знаешь, что 4 года, да? Да. 72 миллиона. Ну, я думаю... 74, 74. Я думаю, он там закончится карьеру, то есть отыграет ему 4 года, и можно будет купить себе где-нибудь ранчо в опрофоне. Да я не думаю, что он закончит карьеру через 4 года. Он собирается играть до 40, как Фавр. В принципе, ему это по силу. Я вот после этих новостей не знаю. Как Фавр? Он играет? Он не просто играет, он очень здорово провел там... Присизм? Ну, не то, что... Вообще-то регулярный матч уже был. Вообще-то сезон уже начался. Я знаю. Но в Орлеан они проиграли. Проиграли, Фавр сделал перехват, и очень классный дачдаун. В том драйве, когда он делал дачдаун, у него было 2 очень точных пасса наброшенных. Сначала на ресиверах, на гейн где-то порядка 30 ярдов, а потом еще на ресивера вензу. Так высоко бросал мяч из такой силы, что ресивер просто подлетал, когда я не знаю, еще на промоутер. 3-1. 4 секунды до... Все-таки 72 миллиона, а не 74 получил Том Брейди. 48,5 миллиона гарантирует. Смотрим багл. Какой пас. Интересная стратегия. А ты играешь в фэнтези футбол? Нет. Надо тебе нам попробовать изыскать место в лиге. У нас есть лига, которая существует уже порядка 6 лет. Мы даже сейчас приз закажем в Америке для чемпионов этой лиги. И у нас там очень интернациональная лига. Есть ребята из Латвии, из России, из Англии. Все русскоговорящие. Есть даже у нас владелец команды Юрий Михайлович из города Чудово, Новгородскую область. Вот в этом году его первый сезон. Посмотрим, что он покажет. Это опять наш выносящий. Нет, это... А, это другой. Стоял... Стояли в шотган. Три принимающих слева. Вот чем славен оркестр Моттердамы. Существует мяч. У меня товарищ, мой школьный друг жил в Америке. И он играл в этом оркестре. На фугольных матчах. Да, он говорит, у нас была самая плохая команда в своей лиге. Мы самый лучший оркестр. Вот им Блиц. Отлично сбил переброс. Обидно, обидно. Потому что такой мяч был доступен для ловли. Кудовый враг заодно попить бегал на бровку. Да, он просто шел, думал, да, между прочим, выкину еще мяч. На самом деле, можно было поймать. Заодно предлог сходить попить. Новый ребрендинг Гатарейда. Ребрендинг Гатарейда? Заметил. У него новая эмблема. У меня еще старая бутылка. У меня осталась старая бутылка в команду. Сейчас веду новую. Хочу написать бутылку, поменяю ее на старую. Тайм-аут. Тайм-аут. Тайм-аут, судим, сом-перди взяли. Поставление тренера выслушали. Пучегары. Пусть будет пучегар. Пучегар. Интересная история названия команды. Я его... Назвавший себя пучегарами, я как бы не знаю их историю, потому что не попадала эта команда в поле моего зрения, как бы интересующая меня. А вот у Нотердама есть несколько легенд, как появился их маскот в виде дерущегося тролля. Леприкона. 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 Вот. И само название Fighting Irish. Опять же, все это относится к 20-30 годам 20 века, когда легендарный тренер Тракни, зайдя в раздевалку, команда проигрывала кому-то. И у него в нападении было 3-4 ирландца. И он, как говорится, проводя пламенную речь, обратился к ним и говорит, что же вы так себя ведете? Вы же должны драться, вы же ирландцы. В итоге вся команда как бы их подбадрила и орала Fighting Irish, Fighting Irish, ну и после этого, как говорится, все это перешло уже на сарафанное радио, пронесло эту связь по студенческому городку. И когда они выходили уже на поле, в связи по своей игре, везде уже висели транспаранты, как байнеры с надписью Fighting Irish. Ну и оттуда это все пошло. Это одна из легенд. Как появилось название? Много выноса стараются делать. Поменяли Кутербека. Очень интересно. Пытаются сыграть 15 кит. Ситуация, в которой Кутербек, изображая опшен, держит сам мяч и уходит в одно из отверстий. Поменяли Кутербека обратно. Видимо, было какое-то техническое, будем говорить, от замечаний. Нет, без замечаний, ему он вышел на пробку. Поправляли, может быть, амуницию, может быть, еще что-то. Просто протянув время, поставив запасного Кутербека. Находясь в ред-зоне, они теперь выставили стартового Кутербека. Моушен. Ах, какой Баббл. Куча названий, каждый по-своему все это называет. Где-то это слайд, где-то это Баббл. Тут нам сейчас сказали Тауэл или Танул, Танул Скрин. Мне кажется, не ему был бросок. Не, был ему. Ему, да. Просто он хотел перебросить выходящих от него защитников. Не знаю, не люблю какие-то перепады. Так у нас вкладка. Да. Дроу был. Неплохой, неплохая была верхушка. Но эти спины, они очень опасны по риску травмы, согласится Александр. Если неудачно придут в колено, колено говорит до свидания. Я думаю, что вот эти веревочки, торчащиеся под шлемом у игрока, говорят о том, что он знает, что они бессы. Только крутые парни могут позволить. Делать спины на декл в ноги. Да. Знает очень опасно. Очередной удар по воротам. Постарается пробить филд-гол. И это удачно. Три пункта зарабатывает Бурду. Подбадывает главный тренер спецкоманду. Возвращаемся на стадион South Bend. Университет Мотордама. Принимает у всех в гостях команду из университета Пирдю Бойлмейкер. Дорогие друзья, на наш твиттер, Виталий Футбол, VITALY Футбол, пришло несколько сообщений. Нас спрашивают, да, благодарим Ника Стамо за лестные слова в наш адрес. И нас спрашивают, во время трансляции арены болот, и Александр говорил, что в этом сезоне у нас только Нотр-Дам. Да, по программе у нас в основном Нотр-Дам, то есть домашние игры Нотр-Дама, транслируемые из Америки. Что, в принципе, и неплохо, так как и в прошлый сезон нас ознакомили с Шавел Паст. Прекрасная вещь. Нас ознакомили с конференцией Биг Тен. В этом сезоне мы всех познакомим с легендарной командой Нотр-Дам Файтинг Кайриш. Будем видеть все ее домашние игры. 25-го мы играем одновременно вместе с Нотр-Дамом. Мы играем в Москве против московских патриотов. Вы играете с Нотр-Дамом? У вас есть шанс. А Нотр-Дам играет в СОУСБ. Ты немного сбил меня. Я думал, что красные соколы московские будут играть с Нотр-Дамом в 25-м. Может быть, 25-го какого-нибудь там апреля. 25-го года. Да, да, 2025-го года. Ну, это может быть. Тогда приедет домашняя игра к московским красным соколам. Между прочим, были подобного рода игры на выезде у Нотр-Дама, когда они играли в Белфасте. Играли в Дублине в свои игры регулярного чемпионата. Это как бы по договоренности с правительством Ирландии. Оно как бы очень любит эту команду, потому что все-таки Irish baby. И вот играли против Air Force и, по-моему, против Центра Флориды. Играли на территории Ирландии. Игру одну провели и в Белфасте, именно в Северной Ирландии. Показали нам великолепную технику Энда. Ну, в данном случае Энд сыграл идеально правильно. Он должен играть по внешней. Если Энду разрешают делать inside moves, внутренние вот эти... Ну, показывают tackle. Внутренние движения. Ну, по сути, это игра на статистику, а не на команду. Это игра на персональную статистику Энда. Команда не капитализирует на этом. Она ничего не выиграет от этого. Ну, мы можем сказать так, что Juniors и Seniors играют уже практически на драфт. В то время как фрешмены и софтмолы играют на публику, как бы, ну, на себя футбол. Остальные игроки уже, начиная предпоследний-последний год своей учебы, уже все надежды их обращены туда, в эти счастливые три буквы. Н, F, L. Да, счастливые три буквы, которые все хотят попасть на этот раз. Лучше играть в NFL, чем в премьер-лига Англии. Ну, есть AFL, есть CFL. Да, вот у нас, кстати, будут некоторые представители арена футбол-лиг. Да? Да. Наверное, если покинь шок, кто-то решил просто приехать в Россию поиграть. Нет, я не буду пока говорить, с какой командой они, но благодаря усилиям нашего президента... Слушай, ну это здорово. Ты имеешь в виду... А, я думал, ты Дмитрия Анатольевича Медведева имеешь в виду. Я бы с удовольствием... Или молдавского ты президента сейчас имел в виду. В Молдаве нет вообще президента. Ну, там же был. Там один президент... Какой пас! Вот это было сквозь всех, буквально. Ну, рискованно было, согласись. Да, но кто не рискует, тот не играет в Матердаме. Смотри, как он был открыт. И только сейфити на него вышли. Я видел примерно такой пас в Супербоуле 3-го года, 4-го года, когда Макнам бросал такой мяч. Между двух лайнбекерами. Но тогда у него была очень короткая дистанция, он мог пулю бросить быстро. Дорогие друзья, наш твиттер. Виталийфутбол. BITALYFOOTBOL. Подписывайтесь, пишите нам вопросы, будем обсуждать. Из шотгана вкладка на раннера. Ну, там его настигли даже сзади. Вот кто здесь не отработал? Вот если настигают раннера сзади, лайнмены, кто здесь не доработал? Если настигают его сзади... Если его настигают сзади, как вот в нашей ситуации. Когда его не в лоб встретил лайнбекер. Но он уже прошел линию преимущества, есть такое понятие. Это уже хорошо. Не знаю, хорошо это 5 ярдов. Любое 5 ярдов. Тоже просто так говоришь, как будто бы... А вот и перехват. Да. Хотя нет, на земле показывают. Но судьи, да, судьи отменяют, судя по-моему, перехват. Ну, так вот, как я, да вот, прервался. Благодаря стараниям Ильи Николаевича Фокина. У нас есть игроки из Айшоа. Слушай, ну это здорово. Я так думаю, что твой матч с московскими патриотами может стать там... Это дерби. Да, но не просто дерби. Это может стать матчем последних там нескольких лет, когда вы реально внесете интригу. Последний раз я помню интригу, когда мы играли в финале с патриотами и после первой половины ввели в счете. Нас убил один перехват. Так мы могли стать чемпионами России. И прервать победную серию патриотов... Ифи, это в первых? Парят к десяти лет. Да, здесь, конечно, ресивы. Не надо было ему рисковать. Александр, десять лет патриотов выигрывает чемпионат России. Все, если надо что-то делать. Помнишь, у Солженицына с обреченным на унылое чемпионство Спартаком? Да, да, да. Ну, мы не имеем ничего против Спартака. Это чудесная команда. Но когда одна команда выигрывает в течение нескольких лет... Если это не Нью-Гланд Патриот, конечно. Если одна команда выигрывает в течение нескольких лет подряд, много лет, так в данном случае, десять чемпионатов, это значит, что-то не так с чемпионатом. И, конечно, его надо усилять. И, честно говоря, у всех болельщиков, любителей футбола, очень большая надежда на тот перетик, который ты сейчас создаешь. И... Очень дальний пас. Смотрим, какой удар. Ударный удар? Да. Это хорошо. Филдгол. Вообще, в колледжах любят с 3К бить. Даже рекорд по филдголам он поставлен именно в колледже. 63 ягода. В колледже? В колледже. В колледже 63 ягода. И в NFL свой рекорд. Там, по-моему, 59 или 61, что ли? А самый длинный филдгол был именно в колледже. Я помню, когда мы принимали чемпионат России в Олимпийском. И у нас была сборная, команда Франции играла против сборной России. Чемпионат России, чемпионат Европы. Чемпионат Европы, прошу прощения, конечно. Кикер у сборной Франции был line. Offensive line. 63 номер, как сейчас помню. Парень был совершенно невообразимым. Габарит просто квадратный абсолютно. Как он бил по мячу. Мяч улетал у него просто как горошина через все поле. Он бил ярдов на 70. То есть, на моих глазах французы забивали с 60 ярдов. На моих глазах. На чемпионате Европы. Не профессионалы. Дети, по сути. С 60 ярдов забивал парень. Точно. При этом он имел фигуру не Мартина Грамматики и Стивена Гостковски. Фигуру, напоминающую грушу. Да. Которую не стоит даже пытаться скушать. Так, у нас... У нас 40 секунд до окончания второй четверти. Сейчас было... Прекрасно сыграли спецкоманды Ноттердама. Ноттердама вообще сегодня хорошо играет. 13-3. Я надеюсь, что после того, как Чарли Лейс ушел, хоть что-то новое будет здесь. Слушай, ну я не считаю, что Вайс сделал команду груши. По-своему сделал ей сильнее. Принес туда частичку NFL. Ну в этом ничего. Сколько игр Ноттердама я видел за последнее время. То есть я... Когда был Вайс? Да. Мне не нравились эти игры. Мне нравился там. В Вайсу был шанс стать главным тренером в NFL. Почему-то он выбрал карьеру Ноттердама. Причем он заявлял, что это его последнее место работы. Что после этого он не вернется. Так это и есть. Он не заявлен нигде больше. Подожди. Он уже давно в Аризоне. Он говорит, что он не координатором? Нет, не в Аризоне. Прошу прощения. Он в Кэнзас-Сити. А Ромео Кринел? Он стал координатор защиты. А почему? Потому что менеджер Кэнзас-Сити Скотт Пиоли. Бывший менеджер по персоналу Ньюнил Пэтрилс. То есть он собрал сейчас координаторов, которые сделали эту команду чемпионами. Причем не один раз. С их уходом Ньюингланд больше не выигрывали. Чарли Вайс сделал Тома Брейди. А может быть Тома Брейди сделал Чарли Вайса. Потому что Чарли Вайс еще в интервью жаловался, что Брейди в свой первый год, когда он стал стартером, да немало его, он мог позвонить ему посреди ночи, спросить тренер, вот я тут читаю плейбук, у меня вот такой вопрос. Но я думаю, тренер, конечно, ругался, но на самом деле это мечта тренера такой бутербэка. Согласен? Ну это да. Вот представляешь, позвонить тебе сейчас посреди ночи твой плейбук и спросить, Александр, уважаемый тренер, вот что вы думаете по поводу спред опшн? Допустим. Ты же скажешь ему, что ты думаешь по этому поводу. Я отключу тебя. Я не телефон доверия. Чтобы мне звонили в любое время. Да нет, возможно. Ну конечно, возьму. Дело в том, что я очень счастлив, что моя вторая половина понимает это, и когда я разговариваю с игроками, тем более, когда эти игроки находятся за океаном, то есть я до двух, до трех ночи общаюсь, и она это прекрасно понимает и не ворчит на меня. Ну это самое главное, конечно. Интегрити в семье. Короткий пас. Да. Даже скринчик это был или не скринчик? Но не похоже, потому что... Показывал, что или кину, или побегу держал до последнего момента этот мяч. Но не открывали дорогу, в данном случае раннеру. Здесь был тайтенд, поэтому не думаю, что... Тайм-аут взяли. Дорогие друзья, твиттер Виталий Футбол. В-I-T-A-L-Y Футбол. Пишите нам, пожалуйста, на твиттер. Заходите в нашу группу в фейсбук. Группа называется Телеспорт. Будем очень рады вас видеть. Твиттер аккаунт завести очень просто. Это можно сделать практически с любого смартфона. Это можно сделать в интернете буквально за пару минут. Электронная почта, пароль и все. У вас есть твиттер. Добавляйте нас, следите за нами. У меня есть замечание из истории Нотр-Дама. Когда Лохолдс ушел, его координатор защиты стал главным тренером. Боб Дэйви. Сейчас он футбольный аналитик на одном из каналов американских. И вот Боб Дэйви практически за два года своего теннирства смог разрушить то, что Лохолдс создавал в течение десятилетий. Всегда разрушать проще, чем строить. Смотрю на эти золотые шлемы, вспоминаю момент из фильма Руди, когда он впервые зашел в футбольные фасилити, где красили шлемы перед сезоном. Это традиция до сих пор существует. Тут все в традициях. То есть шлемы начинают красить в пятницу. Для того, чтобы в субботу они высыхают в своей специальной камере. Для того, чтобы в субботу они вышли... Так перед игрой красят, не перед сезоном. Перед игрой. Перед игрой они так сильно страдают. Постоянно облупливается. Подожди, но если шлем изготовлен из этого пластика, он не облупливается? В то время, когда он говорит так, середина 90-х. Еще это вот. Сейчас уже в этот пластик они добавляются. Да, да, да. Там уже облупливается нечем. Да, облупливаться нечем. А традиция, в принципе, сохранилась, что некоторые игроки, которые хотят еще... Ну, чтобы у них было вот это вот голд. Golden Blue. Кстати, вот мы сейчас находимся. Если с левой стороны посмотреть, там будет именно тот туннель, через который выходят команды. И выход из этого туннеля выходит на... Фальстарт. Фальстарт, да. Обидно. Четвертая попытка и два ярда было. И выход из этого туннеля выходит прямо на один из кампусов Нотр-Дама, где изображен в мозаике Христос. И он поднимает руки, и эта картинка называется Touchdown Jesus. А, да, 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 я слышал про это. Touchdown Jesus, да. И вот это Touchdown Jesus. И вот именно тот выход... Слева, если смотреть на этот кэмп, получается, с левой стороны выходит команда Нотр-Дама, у них раздевалки с этой стороны, а с правой стороны выходят гости. Я был в Солсбенде, я не заходил как Руди на стадион, но я был возле стадиона. Тебя, наверное, как Руди вынесли со стадиона просто. Я был на стадионе Делавэр, если говорить о колледже футбола. Там огромная растяжка с Мэттом Райаном. А, не с Джо Флаком, Джо Флаком, Джо Флаком. Хороший парень, кстати, очень хорошо закрепился после первого сезона. Я думаю, в сентябре я какую-нибудь игру колледжа смогу посетить. В конце сентября. Есть у меня это в планах. Где-то тоже на восточном побережье. Может быть, в Филадельфию что-нибудь. А может, доберу сюда Мичигана до своего любимого. Хотя в Детройте ехать не особо хочется. А я собираюсь воспользоваться услугами одной компании и попытаться посетить Супербол, если туда попадут в стиле. Хотя этот сезон, я думаю, уйдет никуда, учитывая, что Рассельбергера нет. Нет, но у них есть Диксон. Не нравится. Левтович, не нравится. Левтович, не нравится. У нас очень молодая команда, а у Нотердама новый тренер и тоже молодая команда. Но это же студенты, это все время молодая команда. Да, но некоторые, которые стреляют после второго года, уже... Трастуются? Не то, что тростуются, они уже создают оплод команды, которая на протяжении двух-трех лет... С их участием уже становятся легендами. Показывают нам ведущую, Эликс Леннеген, она комментатор с кромки. Помогает, да, помогает комментаторам в студии. Берет интервью игроков и потом общается, хотя игрокам запрещено давать какие-либо интервью, но она в основном общается с тренерами или специальные представители команды, которые могут что-то прокомментировать, что происходит на поле. Как правило, ничего не понимающих в футболе? Да нет, я не имею в виду по позициям или еще как-то, а именно вот по какой-то ситуациям. Хороший конверт обеспечили. Ай-яй-яй-яй-яй, как не повезло. Но какая хорошая работа Дилайна. Дилайну повезло, за шнурки, что называется, захватил, потому что должен был он отскочить, и этого Дилайна, конечно, обогнать. Хотел разглядеть его красот. Вот это крашеный шлем, совершенно очевидно. Итак, смотрим. Хороший конверт. Как они руками борются, прям армрестлинг просто. Ну, конечно, а как иначе? Сильные парни. Вот эта вот работа с этими сканатами на тренировках, когда это... Не удержался, не удержался. Да, и потери ярдов сколько? 14 ярдов они потеряли. Колоссально. Сейчас даже из своей зоны приходится бросать. Ну что, сейфти? Нет, принято. Повезло. Повезло. Комплит где-то ярдов на 15, судя по всему. Вернулся Нотр-Дам к построению защиты 3-4. Такова позиция у них была. Отлично нашел. И здесь отличный ресивер, конечно, сыграл. Нет, квотербек прекрасно играет. Квотербек что у одной, что у другой команды. Смотри на форму оркестра из Твердю. Оркестр приехал в форме. У них всегда так. Дело в том, что у них потом будет, называется, как бы, битва между оркестрами. Это когда они трубами и барабанными палочками сражаются? Ну, это уже другая битва. Я думаю, трубачи победят. Нет? Нет, это делится поле на пополам. И на одной половине, на одной половине, как бы, в перерыве выступает одна команда. И на второй выступает другая. Никто кого переорет, но им дается положенное время на выступление. После чего другая команда выходит на поле, оркестр, и начинает выступать. Пант. Будет возврат. Пять ярдов. Как он хорошо держится на ногах. 20 ярдов. Уйдет ли? Уйдет. Ну, пробьют ли ему ребята? Нет. 35 ярдов возврат. Отлично. Причем сбил его как раз Харсен Викс, тот, кто делал пант. Ну, это уже традиция. Сейчас команды не берут пантеров, которые выбьют мяч, тут же бегут звонить маме и говорят, мама, со мной все в порядке. А выбирают ребят, которые могут их выносить тоже. Например, там у пантер из Фитсбург-Стилларс. Баннеров Фитсбург? Он не пантер. Ну, там есть такой игрок, да? На первые четыре игры его нет. Выкрутился. Это я не только про тебя сейчас в этом моменте, а про Фитсбург. Какой хороший пас. Построение шутган все чаще и чаще используют университеты. Клодический I-Farmation, Back-Farmation, One-Back-Farmation. Постоянно, постепенно куда-то уходят. Хотя, конечно, ими еще пользуются такие команды, как армия, флот, военно-воздушные силы, бег. Да, невозможно остановить этого парня. Он втыкается, останавливается и еще проходит пару шагов после этого. Мне понравился, как грандковский тайтенд Ningal Patriots в последнем матче, в котором они играли с Giants, его захватил лайнбекер за ногу. Так он, стоя на одной ноге, на этой, вернее, захваченный ногой, другой ногой, стоя на траве, он просто пропрыгал, протащил на себе мидл лайнбекера. Ярда 4, наверное. И положил мячик в зачет. Вот, ребят, кип. Показывает, в чем дело. Какая-то эротическая поза у них сейчас была. Огрызается 47-й номер на Которбека. Странно, что команда не ступилась, но они знают, что не нужно на поле затевать бузу, потому что могут быть наказаны. А находясь в Red Zone у Бурду, зачем упускать такую возможность, чтобы занести мяч побыстрее? Говорят, Карлинас решил, что он трой поломал, отращивает волосы, и это safety бурду. Может быть, как в библейском мифе про Самсона, чем для ней волосы тем больше всего. О, показывает комбинацию. Offside? Нет, отличный удар. Это год назад игра была. Где Которбек у Нотр-Дама заблокировал как раз вот это вот. Ах, какой тачдаун. Просто красиво. А вот видим маскота, талисмана команды. Бегает лепрекон по зачетке. Смотрим повтор. Два принимающих сделали, просели, сделали короткие крючки. Время не из, а за ними был запущен крайний. И комбинация удалась. Экстра-поинт прогрет. Счет 20 на 3. Ирландцы буквально, в смысле слова, не удержимы. Ну что ж, после очередного тачдауна мяч водится в игру. В этом сезоне мы будем следить за тем, как Матердам под руководством нового тренера со свежей командой будет стремиться попасть в топ-25, и оттуда пробиться на первые строчки AP Pool, чтобы быть командой не только сейной, но и попасть на цена и чемпионат. Вдруг у них это получится. Потому что уже больше, чем 22 года, но трудом не попадал в финал. В последний раз это было в 88 году. Известные тренера, такие как ARA Parcidion, Luchols выводили эту команду неоднократно. Ну как, Luchols один раз, ARA Parcidion тоже. Ну, не будет скрин-ап, будет в центр. Да, нашел Тайдента посреди поля, прямо в середине с долонбекерами. Нашел принимающего. Я первым делом тоже посмотрел бы на бегущего, но его прикрыл внешний ланбекер. И на это место освободился как раз принимающий с правой стороны. Ace Formation из шотгана. Бег. Фамбал. Фамбал. Показал, куда ему вложил мяч Коттербек. Бегущий. Смотрим на повторе. Дорогие друзья, у нас в эфире Twitter. VitalyFootball. VITALYFootball. Пишите нам, пожалуйста, свои вопросы. 2.17. Вторая попытка. 17 ярдов. И мешок. Поймали Коттербека в защиту Нотр-Дама. Здоровенные парнищи. Я бы так назвал. Любят эту команду в штате Индиана. Любят ее вообще по всей Америке. Опять же, голливудские истории тоже этому помогают. Не только обзоры спортивных журналистов. Была даже такая история. Правдивая история. Один из... И это фамбол. И тачдаун. Защита возвращает мяч в зачетную зону. И тачдаун. Так, но похоже, игра начинается в одну калитку. Но смотрит, злится, злится, не признают тачдаун, кажется, судьи. Хотя нет, отметка есть тачдаун. Ну, подожди. В этом году свободный агент, будем говорить так. Приезжал за свои деньги в тренировочный лагерь Аризоны Кардиналс. И тренировался там вместе с командой, пытался что-то... И просто приходил к тренеру, сидел у него в комнате и говорил, тренер, ну возьмите меня. Ну, на один сезон, на тренер, ну возьмите меня. Профи команду? Профессиональную команду. Тренировался с ней парень. И я не помню его позицию, но номер был как у дебека или раненбек, или может быть фуллбека, белый парень. И, в общем, он добился своего, его взяли на один сезон. Заключили с ним какой-то такой, будем говорить, даже чуть ли не шуточный контракт, чтобы он сыграл в футбол. Его имя было, как и его никнейм его, прозвище стало Руди. То есть, как бы, человек, который долгое время пытался попасть в персонал и, в конце концов, уломал всех там. Ну, не только своими, как сказать, просьбами, а уломал именно тем, что он тренировался, показывал, как он хочет играть. И, тем самым, заслужил доверие тренера, который подписал с ним контракт на один год, как свободного агента. И он проиграл один сезон за резону кардиналов, не зная статистику, что он выбрал или как, но случай имел место. Да, интересно, похоже на историю Винса Попейла из Филадельфии. Да, только Винс Попейла из проиграл 4 года за Филадельфию. А парень проиграл, по-моему, год. Да, но Попейла было почти 30, когда он пришел в команду. Ну, тут тоже был не... Выдерживал все каты. Ну, он был очень хорошо бегал, он был чемпионом по треку. Показывает нам... Да, колено на земле. Был ли фамбл? А был ли мальчик? Не было мальчиков, был фамбл. Но посмотрим, как скажут судьи. Показывает. Бросайте флажок. Требует ревью. Так, судья проявляет. Четвертая попытка. Ну, давай объясним попроще. Судья проявляет, что бегущий коснулся земли во время потери мяча. Здесь важно не просто какое-то касание, касание рукой не считать. Здесь нужно касание какой-то еще точкой. В данном случае колено. Да, было касание коленом. После чего выпал мяч, соответственно. Не было ни тачдауна. Вот вернули счет обратно уже на табло. Ну, мне кажется, это не сильно помогает. У нас середина, третий четверть, и счет 3.20. Вроде, конечно, надо чудеса просто атлетизма и сыгранности проявить, чтобы отыграть такой разрыв. Четыре. Чудесная попытка. Все, 32 ярда нужно пройти, чтобы получить 1.10. Так, все по ситуации. 45 ярда, отметка. Фэр кейдж был. Снова нутердам в нападении. Опшин. Минус по центру. 5 ярда где-то протолкнул. Ранинбэк. Арманда Аля. Показывает. Коттербек Дэйн Крисст. Отмечу, что бросил к минимуму 10 разным принимающим за эту игру. Завес на фейд. Прием мяча. И флаги. Тем не менее, Майкл Флойд поймал мячи. Да. Но какой это был прием. Это хороший рекрутинг-класс в этом году у Нотр-Дама. Как только ушел Клаусен. Почему ты считаешь, что Уайс там все рекомендовали не очень хорошо? Потому что только результат. Все болт-геймсы не проигрывали. На протяжении всего времени, когда Чарльев Уайс был тренером. Все болт-геймсы. Баффало то, что два раза подряд выходил в Супербол и оба раза проиграл. Это же значит, что виноваты тренеры, игроки. Это как бы общая ответственность всех участвовавших в процессе. Я согласен. Игроки не выиграли. Когда у тебя меняется два Коттербека за всю твою карьеру главного тренера, я имею в виду главных Коттербека. То есть 4 года отучился один, 4 года отучился другой, к примеру. И у тебя до сих пор никаких показателей. Это все-таки что-то не то в тебе, а не в Коттербеках. Проводил лучший рекрутинг-класс. Это все-таки Нотр-Дам. Да-да-да, это одна из самых славных программ, из самых древних, как ты нам рассказал, в начале эфира. Да, это Нотр-Дам. Можно было бы туда рекруидировать любого лучшего игрока и предлагать все, что угодно из хайскулов, каких хочешь. То есть Нотр-Дам это, не знаю, мека просто, вот как для вот, историческое. Нам пришло сообщение на твиттер, Виталий Фубо. А вот это было очень интересно. Александр, ресивер нес мяч, после чего он выронил его из руки, как будто он бросил себе на ход вперед. И судя по всему, у нас впереди забирает мяч, а это был чистейший тач-далл. Там на твиттер... Повторим. Да, сейчас после повтора. Ой-ой-ой. Ну, я бы даже сказал, что все-таки это инкомплит. Нет, я не думаю. Потому что несколько шагов у нас не было контроля над мячом. Хорошо, ну, сделал несколько... На втором шаге у него уже вылетел мяч. Мне кажется, это фамбл. Итак, ответить, пожалуйста, на вопрос нашего телезрителя. На чемпионате, да, нам был задан вопрос про чемпионат России. Насчет чемпионата Москвы я вам сказать не могу. Но про чемпионат России календарь игр таков. 25 сентября встречаются команды «Невские львы» и «Санкт-Петербургские грифоны» в Санкт-Петербурге. А в Москве в это время будут играть московские патриоты против московских «Красных соколов». И ты являешься главным тренером команды? Московские «Красные соколы». Отлично. Вот. И третьего числа московские патриоты и московские «Красные соколы» играют в Питере. Соответственно, против команд из Питера соколы встречаются со львами, а патриоты встречаются с грифонами. Это будет уже 3 октября. 9 октября в Москве будут играть грифоны против соколов и львы против патриотов. Поменяемся. И 16 октября состоится финал чемпионата России, в котором уже встретятся лучшие две команды. Соответственно. А место проведения – это стадион «Краснобалтийц» по улице космонавта Волкова. 31. 31, да. Кстати, очень рядом находится электричка. Очень удобно. Так что всех, как говорится, приглашаем, просим. Приходите, смотрите, болейте. Наш футбол взрослый наконец-то начинает возрождаться. А во сколько игра? Еще время не уточнено, но мы у нас еще будет. Да, мы будем держать результаты. Мы еще напишем в нашей группе, в фейсбуке, через фейсбуке, да. Мы напишем на фейсбуке, когда будут игры. Будем держать всех в... В каком-то говори, так было. Внимание, будет подбывать информацию по любому поводу, что касается чемпионата России. 1 из 10 в 5 ярдах. Все-таки посчитали это фамбулом. Вынос. Вправо. Хорошо бегает этот бегущий, задний бегущий из берду. 25 номер. Неоднократно замечен и в пассе, и в беге. Видит. Читает. Раньше в колледжах играли в белых носках. Теперь все играют в черных носках. Это что-то за веяние такое. Потому что пачкаются пусты. 23 счет. Нотр-Дам против Пурду. 2 и 8, вторая попытка, second down. Какой был принятый пас под давлением. Нам снова пришел вопрос по поводу, где будут проходить все матчи московские. Все московские матчи, то есть 25 и 9 числа будут проходить на стадионе красно-балтиец. Вот финал уже будет, скорее всего, на нейтральной территории, так как все-таки стадион красно-балтиец относится к тренировочной базе московских красных шоков. И по договоренности с московскими патриотами, скорее всего, финал будет проходить на нейтральной территории, которую выберут две команды победительницы. Стоименно попавшие в финал. Очередной вынос по центру. Показывает нам Деркинга. На 6 выносов у него 46 ярдов. Неплохой показатель. Фейк. Вагл сыграли. Прекрасная работа. Просто плей-экшен. Это не было вагов. Вы помните с тем, что в прошлом сезоне мы показывали матчи Big Ten. Довольно много мы видели матчей. Мы видели и Бердю, и Натурдам мы видели. И я хочу сказать, что Турдам относится к конференции Big Ten как раз. Пент-стейта нам было много показано. Не только Пент-стейта. По-моему, нам посчастливилось. Нет, видеть Огайо-стейт. Был Огайо-стейт. Они играли Огайо-стейт играли с Нью-Мексико-стейт. В одну калитку вынес. Огайо-стейт это все-таки одна из самых лучших программ. Я это могу подтвердить. И он делает пас. Принят. Форддаун. 1,10. Ну что ж, молодой квадербег. Бердю. Марф очень много работает под давлением. Ну, не боится. Может и выйти из пакета и бросает Роберт Марф. Он уже джуниор. Рост метр восемьдесят пять. Восемьдесят девять килограмм. Был не обменен. А, будем говорить так, как бы... Передан университетом Майами. Передан университетом Майами. Был обменен на что-то, как университетом Хурдуй. Еще один пас в исполнении Хурдуй. Икорректно. Двигаются потихоньку, двигаются. И находятся уже на половине поля Нотр-Дама. Фалл старт. Офесс. Номер 72. Пять килограмм. И теперь остается первым. До сих пор ходят как-то не то, что ходят упорные слухи. Будет ли присоединяться Нотр-Дам к какому-нибудь из дивизионов, какой-нибудь из конференций. Но они продолжают оставаться независимыми. Есть такая категория университетов, не относящихся никому. Это Мотордам. Мотордам, Айрфорс, Неви и Центров Флорида. Эти университеты их называют Independence, то есть независимые. Они играют по договоренности с командами из других дивизионов. Календарь Нотр-Дама рассчитан практически уже на 2013 год. То есть уже договоренность о выигре 2013 года. В период с этого по 2013 году Нотр-Дам уже есть. Уже заранее знают, кто с кем будет играть. По традиции Мичиган и Мичиган Стейт постоянно в списке. Играют против этих команд Нотр-Дам неоднократно каждый год. Также у них очень большая история противостояния с университетом Южной Калифорнии, USC. Встречались уже много раз с Джорджи Этейдж, Дианаполисом. Ну, всем известны, всем, конечно, больше интересны игры Нотр-Дама против Мичигана. Банч, повторение Банч. Прекрасно. Данное построение, кстати, очень любят использовать. Ну, не любят. Пока не мере, как я заметил, играет московский Патриот. Вот, открылся номер два. На этот раз ему не удалось пройти второму новому Сейлору. Сейлору. На счету Нотр-Дама продолжает держаться. К концу третья четверть. А в груду все не удается дальше, чем филдгол продвинуться. Двинулся. Давай, 10. Какая троу-аут. Там хочет пойти, но нет. Несколько муж долго выжидал. Уже на протяжении больше, чем 20 лет, я смотрю его спонсора динации Нотр-Дама. Верхним, левому, верхнеправому дину, верхним, верхним, левому, другие же зрители, вы видите, как раз, находятся Маршин Бенд, оркестр Нотр-Дама. Ох, какой... Хороший бегущий задний у Пюрду. Агрессивный. Маленький рост, амно бегает. Возвращаемся обратно на стадион South Bend Staten Indiana. Домашний стадион университета Нотр-Дам. Скромный студенческий стадион на 100 тысяч. Будем показывать нам новые баллоны с гетерейдом. Очередной реврейдинг был. Со своих пяти ярдов прошли почти все поле. Игроки команды Пюрду. Бойлмейкерский на 4-1. Они решаются. Перехват. Вот это волейбол. Перехват сделал ноу-стекл. 95-й номер. Сейчас мы еще раз посмотрим этот момент. Отобрал мячик. Идет. Никому не отдаст. Поставит себе его на полку. Его подпишут все игроки команды. Все игроки защиты. И он будет гордиться, конечно, этим моментом всю свою жизнь. То, что он совершил ноу-стекл. Совершил перехват. Два пункта зарабатывает сэфти. Да, так прорвалась линия защиты. Проломила линию нападения. И поймала бегущего прямо в зачетной зоне Нотр-Дама. В таких ситуациях обидно то, что когда Квотербек уже отворачивается от линии и отдает мяч с раненбеку. Он не видит, что происходит у него за спиной. И, соответственно, не видит, что у него происходит за спиной. И, соответственно, не может уже реагировать на ситуацию, как оно происходит. Да, да, совершенно верно. Если бы раненбек хоть как-то ему каким-то движением или чем-то показал бы, что линия прорвана, я думаю, Квотербек бы сам попытался по дуге уйти из своей зачетки. Сейчас посмотрим еще раз. У нас дабл тайт. И вот мы видим, он отдает мяч и прямо вловит. Так, если бы он сделал бы фейк и хоть попытался убежать или выбросить мяч, или ваут, или какому-нибудь мнимому принимающему, так бы хоть сохранили владение мячом. А здесь два пункта выбивают мяч. Со своей половиной мячом снова владеют Тверду. Адреналин зашкаливает. Тестостерон тоже. Это американский футбол. Адреналин зашкаливает. Чирлидинга. Команды поддержки Нотр-Дама. Завели они стадион. Игроки заводят стадион своей игрой. Чирлидинг поддерживает эту атмосферу в паузах между розыгрышами мяча. Сохраняют вот эту атмосферу, которая очень важна и для игроков, и для самих поклонников американского футбола. Видимо, что-то я пропустил в правилах. И, насколько я помню, после сейфти мяч выбивают из построения, как при начальном ударе, но с рук. Сейчас мы видим впервые, я вижу, что его пробивают с 20 ярдов, но с подставки. Надо будет по этому поводу обратиться к Евгению Чехову или Дмитрию Хайтовскому. Вы смогли бы прокомментировать данный вопрос мой. Неужели поменялось, а теперь можно выбивать с подставки? Да в преддверии чемпионата России некоторые новшества нам бы очень тоже хотелось узнать. Чтобы быть к ним готовым. Вына справа. Какой-то четвертый четверть, 4-30 до конца. Дорогие друзья, у нас в эфире Твиттер Виталий Футбол, VITALY Футбол. Так, отличное сочетание паса и выноса. Шоткан. Пас принят. Причный пас. Прекрасно. Нравится мне в этом году нападение Курду. Мне нравится нападение Нотр-Дама. Мне вообще Нотр-Дам нравится. А всяким. Девушки перекрытия. ą. вас принят на половине поля нотр-дама находятся уже игроки команды буду 31 30 ярдах показывает нам смита снимающего команды бойлмейкерс очередной бабу удачно 2-3 ярда прошли показывают тренеры кэлли тяжелая задача возглавлять такую громаду как нотр-дам файтинг айриш следующий нашу трансляции мы постараемся побольше рассказать о том кем был брайан келли до нотр-дама ну а пока у нас нападение фурду пытается увеличить разрыв не получается это у них на третьей попытке одном ярде они сыграли внутреннюю беговую схему но были остановлены потеряли или остановиться том же самом месте начали реализовать четвертую попытку показали нам что никого сзади нету сам пошел молодцом тачдаун тачдаун вот это да интересно не кусается теперь локти скауты из университета майами которые отпустили этого парня отличный вынос так смотрим еще раз розыгрыш был фэйк платы фэйк и совместного локбекера как они купились дефисифэнт и локбекер купились на этот фэйк 24 ярды и вот эти вот все-таки за это вот я так думаю флажок дали бы не любят пижонов студент студенческий футбол как наказание даже есть за то что изображает излишнюю радость или танцуют зачетной зоне вот этот кувырок тоже можно было бы принять за какое-то пафосное выражение со стороны квадербека но учитывая сколько ему сегодня достается и 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 то и обвиняем что было прекрасно что было нет дэйни хок и возврат возврат фэмбол я видел что накрывали нотрадам 12 минуты конца так у нас травма нет у нас не травма у нас в очередной раз Человек, который хочет быть Троем поломалу Пытается изобразить из себя что-либо Сейчас мы смотрим Где эти рыжие пудри Показывает нам очередной Раз Тачдаун со стороны Курду Там сам сам не ушел Поймали 93 номер Дефицит текл Вот мне интересно Вот 93 номер Дефицит текл Из команды Пурду Ростом метр девяносто С фамилией Короткий Шорт Если приводится с ангельского Последний раз ловит Ватербека Нотердама Пытается он Пытается он Не выходя из пакета Найти игроков Не видя Ищет выход из ситуации Но не получается 4.12 4.12 Что будет делать Нотр-Дам в этой ситуации Находясь на половине поля Пурду Дорогие друзья Дорогие друзья У нас в эфире Твиттер Виталий Фудбол ВитАЛО Пишите на панцы Вопросы У нас в ефире Вэрде Вэрис Калит Калит Субтитры делал DimaTorzok Нет, вынос Ай-яй-яй, непринятый пас Хороший фейт был Я еще даже не понял, когда Гарт вместе с квотербеком пошли параллельно Я думал, неужели будет шавел пас Но номер меня смутил Потом я понял, что это просто обычной раз Гарт сделал вынес Вынос сделал В левую сторону И просто защищал своего кутербека Ай, как прекрасно сыграл Ди-бэк Нотр-Дам Освободился от опеки Прочел схему и подбил Принимающего команды Пурдюр Да, вообще здорово Очень вовременно сейчас складываться Трениров управляют майку Вот этот локоть Виталий, вот как ты думаешь А вот если бы образовалась Команда в Козельске Или, например, в Рязани Или не зваться Дерущиеся Рязанцы Или страшные Козельцы Потому что Я к тому, что Когда Батый Он же назвал злым городом Город Козельцы Это из истории нашей Боффер, вот тут ирландцы Занятная, занятная технология Так, у нас счет 12-20 Пурдюр все-таки, все-таки Имеет хотя бы теоретические шансы отыграться Третий даун 18 ярдов Довольно много Находясь у 4-х ярдов На своей звучатке Тайм-аут Да Тайм-аут Пурдюр Возвращаемся на стадион 3-18 4 ярда От своей зачетной зоны Стоят Игроки Пурдюр Чуть ли не Хейл Мэри И мяч не принят Флагов нет Двойка Прикрыла двойку 2 cover 2 Будем говорить так Чуть ли не Название построения защиты Идет игрок номер 2 И смотрит на реакцию судей Будет не будет Такой мяч можно было принять Мяч можно было принять Обработать Да Конечно же Под давлением Это футбол А ты принимаешь Ты должен ловить Такие мячы Пытается Так Мутердам будет владеть своим мячом То есть владеть мячом на своей половине Прикрыла двойку Прикрыла двойку Холдинг со стороны возвращающей команды Штрафованы 5 ярдов И первый даун Первый даун Так у нас сейчас Повторяю этот эпизод Повторяю этот эпизод Повторяю этот эпизод Когда был Пас Последний Когда вот открывается Зантиполь игрок Гол говорит так На 50 Играют Играют Приветствия Прибытии на Дага Бары Звездных войн Написать Семьярдов Бросил По друге Где-то Пас Пас был по-хорошему Ой-ой-ой Будет ли флаг Копилирует Судим А со что? Якобы 21 номер Помешал поймать Внящи Это еще его задача? Т.J. Джонс был На приеме И Аллан Был Рядом с ним Вот Да спорная ситуация Выносил В этот момент Я не вижу Какую спорную ситуацию Ну Со стороны Т.J. Джонса Это же Спорный момент Со стороны Аллана Все было естественно Вынос В очередной раз Прям на цыпочках Пробежал Пятый номер Осталось без изменений Правила Никаких темных Визеров Это прекрасно То есть Можно будет Апеллировать К судьям На чемпионате России Напоминаю Что чемпионат России Проходит Сентябрь 18 ярдов 1 и 10 32 ярда И снова повторение То же самое с кем 25 ярдов До зачетной зоны 7 минут до конца И 8 очков Нужно отыграть И чем владеет Моттердам И конечно нужно Для комфортной победы Сейчас наращивать Преимущество Наброс на флажок Переброс Переброс Показывает Судья Было нарушение Но Присудили Что это Не отчаянное нарушение Что-то вроде Случайного контакта Борьба рук Третьей 7 И 5 И 5 понимаешь Дальше Шокган Пас влево И есть первый даун Слот Слот Ресивер справа Ресивер Слева И один игрок В бэкфилде В принципе С 10 ярдов Это оправданно Есть смысл Убрать вынос Лоттердам Шотган А вот это было здорово 84 номер Делал Сэг И даже Ранинбэк 5 номер Просто как Кегля от шара Отскочил Так да Вот мы видим Когда отскочил 5 номер Блокировщик Так потеряли Еще Порядка 15 ярдов Нужен пас И еще Один сек Надо выбрасывать Мяч в такую ситуацию Третье 16 С ярдовой отметки Находится на Тардам Играют Пистол офенс Меньше 5 минут До конца Снеп И Кутербэк Бросает В эндзону И переброс Снес Музыкантов Помогает игрокам Подняться Перебросил немного Конечно Наши комментаторы Из Англии Говорят Что Сбил он Марширующий Оркестр Сбил игрок Ничего Оркестранцы Всем привыкшие Нормально Страдали Итак У нас 4-й Даун 16 ярдов И филдгол Пробивает Нотр-Дам И филдгол Точный Прекрасно Не забывайте Не забывайте Редактор субтитров Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Септембер 26 На Евроспорт 2 Показывает Каринсворк Фрешмен Нотр-Дам Который играл На 3-х разных позициях В школе Побывает Мяч Пердю Конечно Нужен Сейчас Нужен Тачдаун Здорово Боли Блокеры Но конечно Такое количество Налетело Игроков Сантердама Что Возврат Пердю Не очень Удался Бенед Джаксон Пытался Делать Возврат Возврат Здорово Будет Первый Даун Первый Даун Отлично Отличная задумка И не менее Отличная реализация Потому что в реверсе Самое главное Это не придумать его Самое главное Его сыграть Так У нас Вкладка Вправо Потом Реверс Влево И очень Хорошая срезка По центру Чтобы Обогнать Лайнбекеров Отлично Просто Не получилось Очередной раз Убежать Только что Был очень Хороший Реверс В исполнении Пердю У них Всего Три с половиной Минуты Да Три с половиной Минуты Чтобы Получить Восемь Да Возможных Восемь Пунктов Читают Тупой Коммершем Тупой Реализацию Вывести Счет На двадцать И как-то Попытаться Сонсайд Кик Бокового Удара Очередной Бабл И потеря Ярдов Также Будет Минуты Матердама Лучше Улучшение Судьи Итак Минуты Легальный Групп Был Внутри Поля Во время этого нападение нутердама вы нас тянут время ту минут форнинг пустили запустили вы часы странно что буду не используя свои тайм-ауты чтобы остановить это время видимо бережет их для своих следующих действий следующая игра домашняя у нотр-дама будет против мичигана и 25 числа тогда когда московские патриоты будут играть вместе с московскими красными соколами в тот же день вечером нотр-дам встретиться с командой стэнфорда я так думаю что после после игры 25 числа возможно в студии будет кто-то из игроков из арены футбол битвы да это было бы заманчиво мы поинтервьюируем конечно парня по переводим его ответы зрителям потому что некоторые из них играли в технический футбол в канаде и попав в кфл попали в афл слушай скорее всего тебе придется как раз с ним и вести матч потому что меня 25 не будет ну что ж мы выберем кто будет мвп матча может быть тут камерунец ну вряд ли камерунец хоть понимает по-русски говорит по-русски но и это прекрасно по крайней мере его поймут зрители опыта игры как такового он схватил игру сразу на лету а вот из персонала пол команды таких у тебя твоя команда из кишинева схватившими игру на лету голландских чемпионов там таскала по полю посмотрим как получится это с российскими фильтрами команды из россии схватившихся на лету да 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 удача конечно красным соколом мы очень надеемся что будет лига чемпионате россии и нил даун в принципе игра закончена да игра закончена поздравляем нотр-дам с первой победой в сезоне ждем вас всех завтра в то же самое время мы ждем вас всех да в субботу в 23.30 у нас эфир встречается мичиган против мичиган волверинис против нотр-дам файтинг айриш ирландцы будут драться с росомахами это будет просто что-то неимоверное родригес посмотрим что сделает родригес в этом году дорогие друзья смотрите футбол с вами были александр малышев и виталий дубинин александр малыш